Новосибирск – молодой город, но и в нем есть здания, хранящие память о ярких страницах его истории. В 2015 году исполняется 90 лет одному из старейших памятников архитектуры в самом центре города – Дому Ленина. Накануне этой даты мы решили выйти на улицу и спросить горожан, знают ли они историю своего города. Где находится Дом Ленина? Дом Ленина? Так, Дом Ленина – это, по-моему, вот этот дом. Дом Ленина находится в центре нашего города. Конечно, вот. Дом Ленина находится на Красном проспекте, вот он перед нами. Дом Ленина находится на Красном проспекте. Могу, вот, на моей спине. Прямо перед нами, через дорогу он находится. Вот, через дорогу. Как вот, центр города, около нашей мэрии. Вот много лет живу в Новосибирске, ну, незнаком. Почему он так называется? Потому что Ленин, как бы, вождь нашей, ну, Советского Союза, в Советском Союзе был важным лицом нашего государства. Советская традиция называть так, Дома культуры в нашей стране в прошлые годы. За счет сбора пожертвований с жителей города Новосибирска был построен Дом Ленина. Потому что, когда умер Ленин, был построен этот дом, ну, вот, в связи с этой печальной историей. Ну, видимо, потому что этот дом реально принадлежал Владимиру Ильичу. Мне кажется, его назвали в честь Владимира Ильича, ну, как бы, вряд ли он ему принадлежал. Ну, это, в советских времен, дом, построение. Ну, в советское время много объектов называлось в честь Ленина. Так что, ну, почему именно, не знаю. Точно не знаю. Раньше там до реконструкции было не то, что сейчас. Возможно, связанное с Ленином. Ну, его, я знаю, что его построили в 1925 году. А раньше там собрания, наверное, были. Вот, должны были, когда революция вот это все была. Потом был ТЮЗ, вот. А потом филармония. Ну, скорее всего, там либо музей, который посвящен Ленину, либо выставка какая-то. Какая организация сейчас там находится? Сейчас там находится музыкальная филармония, я так понимаю. Ну, видимо, филармония. Да, театр. Филармония наша любимая. Нет. Там сейчас находится организация Новосибирская государственная филармония. По-моему, филармония, но что-то концертная точно. Скорее всего, филармония. Нет. Филармония, да. Я вот иду на концерт. Дом Ленина – один из самых известных опознавательных знаков на карте Новосибирска. Здесь назначают свидания, слушают музыку, гуляют или пробегают по своим делам. Уже мало кто знает, почему дом Ленина называется именно так. Одни считают, что здесь выступал вождь мирового пролетариата, другие – что здесь он умер. На самом деле, это здание было построено в 1925 году после смерти Владимира Ленина с целью увековечить его память. Строили его всем миром. Каждый новосибирец смог стать участником народной стройки, купив одну или несколько из миллионов карточек кирпичей стоимостью 10 копеек. Первоначально здание было двухэтажным, но со временем модернизировалось. К двум этажам по всей длине фасада был добавлен еще один, а в центральной части – два. Таким образом, за счет ступенчатой композиции увеличилось сходство с мавзолеем. На его фасаде красовался лозунг «Ленин умер, жив ленинизм». Статус здания на протяжении всей его истории был необычайно высок. Именно здесь, в 1925 году, на съезде Советов, Новониколаевск, ставший центром сибирского края от Омска до Читы, был переименован в Новосибирск. С 1925 года здесь сменяло друг друга множество организаций. Дом ленинских идей, первая сибирская радиостанция, центральная библиотека, театр юного зрителя. Неизменным оставалась ведущая роль, которую здание продолжало играть в общественной и культурной жизни города. В конце 80-х здание было передано Новосибирской филармонии. Для первых филармонических слушателей оно открыло свои двери лишь в 2004 году, после продолжительного ремонта. В свою новую историческую эпоху здание обрело второе имя. И сегодня оно известно новосибирцам не только как дом Ленина, но и как камерный зал филармонии. Приглашаем вас отметить юбилей дома Ленина в субботу, 12 сентября, с 12 до 20 часов. Вас ждут увлекательные экскурсии, интерактивные площадки, праздничные концерты от Театра «Глобус» и Новосибирской филармонии.